Пришли с Милианой на прием к Митаюру, что называется мисолу наклевавши едем домой. Нас стали отзывать, что мы летаем на машинах, как видела на мутле. Мошница моя. Какая красавица в халатике. Катаются, катаются, а он все делает. Пришли с Милианой на прием к Митаюру. После тех микстур и пилю, которые мы пили, сейчас скажу, что они нам никак не пошли, не знаю, что скажут. Коски. Мы задеваемся. Занят. Мариану уже два месяца. За это время мы переболели ветрянкой. Ждем своей очереди. Вес Марианы сейчас 5 килограммов 980 грамм. И рост 58 сантиметров. Вот такие мы уже большие постелы. Проснулись маленько. Ну, как бы, ну и надо проснуться, чтобы не спящими зайти на прием. Сейчас дождемся и потом скажу, что нам сказал невролог. Сходили сейчас к неврологу. Небольшой тонус. Сейчас скажу, в правой ручке. Правую ручку она вот так вот к себе прижимает. Небольшой тонус есть. Назначили нам парафинотерапию и массаж. Но массаж сейчас записи нет до 2017 года. То есть уже только на 2018 год. Вот такая вот история. И вот сейчас стоим и ждем, чтобы записаться на парафин. Будем ходить. Рождаемость очень большая. Все массаж не успевают делать. Будем расслабляться. Посмотрим. С Тюшей мы ходили на парафин? Что-то как-то не особо-то, не эффекты заметили. Мы только с ножками ходили. И на водные какие-то там гулили пузырьки всякие. Я-то этих без процедур не знаю. Есть ли толк вообще. Посмотрим. Что называется, не солоно хлебавше едем домой. Запись только на январь месяц, да, она сказала. В общем, ни парафинной терапии, ни массаж, не удалось нам записаться. Поэтому будем караулить. Сказали, что есть возможность еще где-нибудь через недельку подойти. И если кто-то не будет ходить, возможно, место освободится. И мы подавились. Подавилась. Что такое-то? В общем, место освободится. И, возможно, получится у нас попасть пораньше на эти процедуры. Ну, я говорю, что от этого по опыту двух детей уже особо таких каких-то эффектов я не замечала. Не знаю. Ну, ходить в любом случае будем, если что. Разбудили девочку. Спать не дали. Вот капризничая, сейчас едет. И как уснуть не может, да. Лапками машет, машет. Успитывай. Так как хотите, говорят, так и это. И массажируйтесь, и парафинируйтесь. Свечей наплавьте себе. И это. Делайте кофточки. Приехали, решила сходить наклеить знаки. Потому что уже все наклеили. А мы что-то до сих пор вот так вот купили. Они лежат. Опа. О, красота. Вот так вот, чтобы не было пузырей. Это я еще с рекламного агентства научилась. Карточка, кстати, оттуда, видите, бракованная. Это Уралконтракт не вделали мы. Карточки для автозаправки. Все. Значок приклеила. Сейчас пойду еще на Женину машинку приклею. Лариса работает у меня. Клеит наклейки с буквой Ш. Машина грязная, помыть некогда даже. А что я мыть-то дороги-то? Ты видела? Женя вышел вон с Марьяной гулять. Я говорю, поснимай меня хоть со стороны. А то все сама себя, да, сама себя снимаю. Сейчас Женю приклею, но свое уже приклеила. Я еще с Мирой гуляю. Вон она пришла. Мира. Мирка. Эй. Ты где коза? По завалам-то скатишь. Коза? Сказают. А что у тебя какие-то, смотри, прям бензиновые пленки. А что? Разводы такие. У меня таких нет. Так у меня-то стерильная машина, я бензинчиком ее протираю. Это, это, может, я тогда оттирал тут, тут у меня что-то знак тоже же был. Скотч. Может, от этого я растворителем протирал, может. Сыхает каким-то образом. Ну, еще протери. Протери. Протери, протри. Сухой тряпкой еще. Протери. Дурацко, что потом отрывать, потом снова надо. А может, надо заламинировать и под резинки вставить здесь? Ну, что ты ерунду занимаешься? 15 рублей, Жен, раз год потратить. Каждый раз клеить и каждый раз отрывать мучиться. Что? Да ладно. Это же пленка, это не бумага. А что ты думаешь, скотч тоже пленка? А оставляет это? Это не скотч, это бумага. Это урокаловская бумага, нормально у нас держится. Урокаловская бумага? Урокал. Ты-то специалист по бумаге. Да, я работала просто в рекламной агенции, я знаю. Мне тут другое сразу ассоциируют. Что вы тебя там ассоциируете? Вот сюда? Ну, пониже, наверное, или нет? Куда ниже-то? Ну, давай, давай. Ну, чтобы дворник не доставал там и все. Ну, вроде не достает. Ну, все, давай клей. Главное, чтобы нормативы все соблюдены были. Ну, я не знаю нормативы, я клеюсь. Здрасте, а меня потом штрафуют, да? Да. Я же это... Я, кстати, Оля писала про хороший мой значок. Я ей написала в комментариях, что есть у этого значка история. Какой значок? Про мою вот ведьмочку на метле. Это вот у меня соседка, видите, машина стоит. Мы с ней одновременно учились и одновременно сдали, да, на водительское удостоверение. Все сдали на права. На права мы не сдавали, да? Давай, пойдем дальше. И вот эти вот товарищи, которые вот за кадром стоят, и ее муж, то друзья, в общем, которые вечерами собираются, тут и языками треплют, чешут. Нас стали обзывать, что мы летаем на машинах, как ведьмы на метле. И так было ежедневно, и за дня в день, и за дня в день. И вот я решила, когда работала, я говорю, девчонки, сделайте мне ведьму на метле. Я говорю, наши мужики замучили нас уже, ведьмами называют. Не ведьмы, они говорят, баба-яга едет. Баба-яга, да, они говорят. Опять говорят, бабки-ежки едут. Наши бабки-ежки едут, говорили. Вот, и я сделала себе, и вот подружки, соседки, знакомые, мы ездили. И после того, как мы наклеили эти наклейки, они нас перестали называть бабками-ежками и ведьмами на метле. Мира, что-то раз в листях. Она катается, 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 а он все делает. Радости-то у нее тут в листиках. Сейчас все дубки потопчет мне, коза. Что у тебя теперь тоже красота? Да, Мирка? А, Мирка? Куда полезла-то? Я говорю, у тебя теперь тоже красота. Все, иди снимай. Снимай, Свет, красота. Все, знак наклеили. Ну-ка я сейчас линейку померю, ровно, нет? Вот, давай я покажу знак, чтобы все были в курсе, о чем я говорю. Потому что это просто Оля писала, машина грязнющая. Сейчас смысла ее мыть нет. Вот об этой вот немножко, я говорю, наклеечки немножко. И вот здесь вот для пущего украшения такая надпись, чтобы все боялись, что на этой машине бабка Яган летает. Женя гуляет у нас с Марьянкой. Сейчас пойду домой. Там у нас куча занятий с девчонками, готовка, уборка, стирка и так далее. Там Марьяна у нас стоит на входе. Женя канал вот тут прочищал, проходил. Давайте, вы это, гуляйте, а я домой. Пойду посплю. Посплю, можно? Нет, нельзя. Ладно, я пришла работать. У нас и уроки, и готовка, всего-всего дел полно. Как-то так не пахнет. Жарю девчонкам арахис. Любят они у нас так-то кушать, что-то я уже по ходу дела пережарила. Все выключила, сна высыпать. Давай, Ксения, помогай. Аккуратно, только горячая сковородка. Мы уже, по-моему, пережариваем их немножко. И папа сказал, чем зажареннее, тем вкуснее. Аккуратно горячие. Даже сами орешки еще горячие. Помощница моя. Тупили вот такой еще диванчик в Икеа. Сейчас любим на нем валяться. Подушки, конечно, я такие от старого дивана сюда положила. Чтобы не затаскивать. У меня так-то красивые черненькие есть, хорошенькие такие. Но я их пока бережу. Бережу. Берегу. Для нового дома. Все. И вот сейчас у нас девчонки любят здесь поваляться. А так пока пледиком застелили. Тоже потом. Надо какой-нибудь темненький такой купить. Но временно постелили. Вот такой тоже икеевский голубой пледик. Ну, это так. Временно у нас. Вообще диванчик я этот купила для того, чтобы вот здесь вот его расправлять. Он раскрывается прямо на пол, получается. Кладется, да, разворачивается так. И когда Марьяна начнет уже ползать, будем сюда ее класть, чтобы не на холодном полу. И она здесь будет. Ну, и вообще у нас как бы здесь такая, можно сказать, прихожая, чтобы было где посидеть. Это у нас там кресло одно и все на кухне. Папа Анютке скачал игру, да. Тут заниматься надо по циферкам там что-то. Раскрашивание по номерам. Сложение, вычитание. В общем, Аня лежит. Бездельничает тоже, да. Мы опять болеем. Это какой-то кошмар. Сейчас купила бронхомунал-П, даю им. Будем восстанавливать иммунитет, потому что это что-то вообще с чем-то. Из болячек мы не вылазим в этом году. Какая красавица. Халатики. Вот об этом халатике я и говорила. Сейчас. Ксюша стоит меня, улыбается за кадром. Я готовлю гречневый суп. И хотела спросить, с какими крупами вы любите готовить супы. Мы готовим, наверное, со всеми крупами, какие есть. Вот, пожалуй, только с овсянкой я не варила. Потому что Женя говорит, что такой сопливый суп я не хочу. Знаете, овсянка, она же выделяет, там вот эту вот слизь. И с ней, вот он говорит, не готов, не хочу, не буду. Вот. А здесь я готовлю. Снимай, вот. Давай. Давай я уже здесь дальше сама. Здесь готовлю мультиварки. Сюда прямо. У меня мультиварка-скороварка. За 25 минут у меня уже сваривается суп полностью. Сюда положила свинину. Мы едим кусочками, не на косточке. Уже порезала лук, чтобы не плакать. Сюда добавлю картошку. Давайте прямо сейчас буду добавлять. Порезала, уже почистила. Ложечкой сейчас. Так, вот, помогу. Вот. Добавляю сюда картошку. Затем гречку. Девчонки у нас любят. Ну, потом я уже ложечкой это все соскребываю. Удобно мне сейчас. И порезала уже морковочку. Сюда тоже. Сейчас положу и покажу. Вот так вот, как бы. Весь состав супа. Сюда еще добавлю соль и специи. Мы вот такой вот любим супы кушать. Сейчас доложу остатки картошечки. Гречку я ее уже промыла предварительно. Так вот. Я очень люблю свою мультиварку. Не знаю, чтобы я без нее делала. Также люблю большие ножи. Вот такие. Люблю большими ножами и острыми резать. Женя меня точит. Очень хорошо. Точилка Fiskars. Я уже писала на канале. Не по фам, ребят, смотрю. И давала им совет. Очень хорошая точилка. Поэтому всем рекомендую Fiskars. Не знаю, сейчас найду я ее или нет. Вот. Вот. Сразу же. Вот такая вот точилка. Очень-очень удобная. Классно точит. Ей топоры можно точить и все что угодно. Так, все. Сейчас добавлю сюда соль. Пеции. Кастрюлька у нас 6-литровая. Хватает нам ее на всю семью. И вот так вот я кладу соль, специи. Сейчас добавлю водички и поставлю готовиться. Сейчас я добавлю сюда водички. Здесь определенная меточка есть. Вот так вот почти до полного состояния. Спросите, куда девается накипь от мяса. Накипь. Она вот остается. Здесь есть вот такая вот крышка. И вот на этой вот крышке защитной остается вся пенка от мяса. Все. Вот так вот закрываю. У меня мотиварка-скороварка. За 25 минут получается уже весь суп готов. Все. Закрываем клапан. И ставлю на режим суп. Добавляю до 25 минут. Ставлю старт. И все. Ждем, когда наш супчик будет готов. Снимаем белье. Вешаем белье. Все. 25 минут прошло. Вот так вот горит таймер сохранения тепла. То есть оно может стоять и долго быть теплым. Здесь клапан, воздух, давление спустилось. Она варит под давлением. И откроем, посмотрим, что же там получилось. Вот видите, накипь она вся остается на крышке. И вот такой вот красивый золотистый бульончик с картошечкой. С гречечкой, с морковочкой. Я в последнее время люблю морковку резать, а именно не натирать на терке. Поэтому такая вот вкуснота и красота. Куда собрались-то? На занятия. На занятия. Они собираются в карусельку дополнительные. Я с Марьяной помню, что она у меня засыпает. А Ксюша едет нам дополнительный английский. Давай одевайся. Скажи, какая у тебя киска. Видите, красивая. Для хомячок, или это кто-то розовый непонятный. А ты киска? Куань это вот эта? Киска эта? Ей только эти, кедики, а дети. Все, папку не надо, ничего. Она сегодня рисует, и у нее физкультура, и все. Вот и время? Нет, не надо будет. Все, давайте пока. То нам неудобно тут снимать. Пока будем. Все, девчата ушли на занятия. И я, наверное, на этом буду заканчивать свой влог. Укладываю Марьяну. Вечером ничего уже такого интересного особенно не будет. Мы все поужинаем. И будем ложиться спать. Вечерний туалет, процедуры и так далее. А мы засыпаем. Марьяшка засыпает у меня. Все, до скорых встреч, до новых видео. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, до новых видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова